Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Помимо лучшего технического канала в «АвтоСтронг-М» есть 200 000 качественных запчастей с честной ценой и быстрой доставкой. Помнится, что вам очень хорошо зашел двигатель Alfa Romeo. Итак, встречаем еще больше Alfa Romeo 1.6 Twin Spark. С 1986 года компания Alfa Romeo ставила на свои автомобили двигатели с двумя свечами зажигания на цилиндр, которые назывались Twin Spark. Twin Spark переводится как «двойная искра». Все эти двигатели рядные атмосферники. Их можно разделить на два поколения. У более ранних легкосплавный блок, цепной привод ГРМ, два распредвала, восемь клапанов. В 1996 году им на смену пришли совершенно другие двигатели для поперечной установки на основе фиатовского чугунного блока. Там тоже два распредвала, только 16 клапанов и ременной привод ГРМ. Кстати, похожий мотор 2.0 Twin Spark мы уже разбирали, айда в наш плейлист. Сегодня мы будем разбирать двигатель 1.6 Twin Spark в его самой мощной версии 120 лошадиных сил, снятый с Alfa Romeo 156 2001 года. Двигатель неисправен заклинившим и люфтящим коленвалом. Будем разбираться. Двигатель 1.6 в отличие от 1.8 и 2.0 устроен проще. Здесь пассивный впускной коллектор, в то время как у старших моторов коллектор имеет функцию изменения его длины. Также в 1.6 нет балансированных валов, как есть в 2.0. Кроме того, двигатель 1.6 есть в еще более простой версии без фазовращателя. Упрекнуть данный двигатель вне надежности очень сложно. Практика показывает, что все зависит от стиля езды владельца. 1.6 Twin Spark очень чувствителен к качеству масла, а именно к вязкости. Поэтому минимальная вязкость 10W40, а для более возрастных моторов и моторов, которые работают на предельных нагрузках, 10W60. А сейчас поговорим, почему двигатель Alfa Romeo 1.6 Twin Spark не заводится. Причина может быть в электрике, в частности в реле бензонасоса, которое находится в подкапотном пространстве перед аккумулятором. Дело в том, что реле может выйти из строя либо пропасть его контакт. Тогда двигатель будет глохнуть через пару секунд либо через пару минут после запуска. Также виновником того, что двигатель не заводится, может быть антенна иммобилайзера, которая находится в замке зажигания. Датчик положения коленвала выходит из строя не часто, но если с ним что-то случается, то двигатель не заводится на горячую, либо же просто глохнет на ходу. При диагностике появляются ошибки, указывающие на неисправности датчика коленвала. Если двигатель 1.6 Twin Spark на холостом ходу либо после отпускания педали акселератора работает нестабильно, то причиной тому может быть датчик массового расхода воздуха. Причем диагностика может не выявить никаких ошибок, но датчик вычислить можно по завышенным показаниям расхода воздуха. Неисправность ДМРВ может выражаться более явно и неприятно. То есть двигатель будет держать 2000 оборотов, а при включенной передаче двигатель будет сильно троить. И это может произойти прямо на ходу. Кстати, вместо этого ДМРВ на двигателе 1.6 Twin Spark вы можете поставить ДМРВ от десятки Жигулей 2110. Но мы продолжаем знакомить вас с прекрасной командой «АвтоСтронг-М». Итак, встречаем Александр. И мы начинаем нашу разборочку. На поздних двигателях 1.6 Twin Spark дроссельная заслонка электронная. Как в нашем случае, сервопривод заслонки и датчик положения заслонки находятся в отдельном корпусе. С заслонкой случаются две вещи. Во-первых, может пропасть контакт в разъеме заслонки. Из-за этого будут ошибки по регулированию холостого хода. То есть обороты будут плавать от 1500 до 1700. Исправить эту проблему можно, восстановив контакт в заслонке. Во-вторых, на скользящих контактах потенциометра датчика положения дроссельной заслонки скапливается графит, снятый с дорожек. Возникает переходное сопротивление. В итоге датчик некорректно определяет положение заслонки. В этом случае обороты тоже будут плавать либо же будут слишком высокими. Для того, чтобы исправить эту проблему, надо менять дорогущий датчик положения заслонки. Но зачем вам дорогущий датчик положения заслонки, если по хорошей цене вы можете купить отличные заслонки в «АвтоСтронг-М». После замены мотор становится приемистым, энергичным и работает ровно. На горячем итальянском двигателе стоит правильный выпускной коллектор, что называется схема 4.2.1. То есть четыре канала сходятся в два канала, а потом сходятся в один. И таким образом они обеспечивают эффективную продувку цилиндров. На вот этом кронштейне стоит теплообменник и масляный фильтр. Так вот, теплообменник стоит над масляным фильтром и может стать причиной появления масла в антифризе. Он не очень долговечен, в нем может потерять герметичность контур масла либо контур антифриза. Причем масло будет уходить значительными порциями. И масло, то есть масляная пленка и черный антифриз будут отлично видны в расширительном бачке, но без пузырьков газа, разумеется. На 16-клапанном двигателе стоит четыре катушки, каждая из которых обслуживает по две свечи. Катушки надежные обычно нареканий не вызывают. На проблемы с катушками указывают ошибки по пропускам зажигания. Маслоотделитель системы вентиляции картерных газов находится под клапанной крышкой. Газы отводятся по двум путям. По вот этой трубке, которая находится до дроссельной заслонки и по вот этой воображаемой трубке, которая находится после дроссельной заслонки. Так вот клапан в виде конуса и пружинки находится вот в этой трубке. То есть пружинка нужна для того, чтобы удерживать клапан в открытом положении. Клапан отвечает не только за отвод картерных газов, но и за подсос свежего воздуха. Если обороты двигателя плавают при движении накатом после того, как включили нейтраль, то значит проблема может быть в этом клапане. По-хорошему его надо снять, прочистить, растянуть немножко пружину и вернуть обратно. Ну а лучше, конечно же, купить клапан новый и не заниматься этим колхозом. Вот он маслоотделитель, а вот два распредвала и 16 клапанов. По состоянию обильные масляные лаковые отложения, нездоровый цвет, но кулачки распредвалов не пострадали. Фазовращатель здесь один, представляет из себя гидроцилиндр с внутренней и внешней втулками соединенными шестернями с косыми шлицами. Управляется он электромагнитным соленоидным клапаном, который находится вот здесь, на впускном коллекторе. Из-за использования некачественного масла при пробеге в 150 тысяч изнашиваются прямые шлицы, которыми он, фазовращатель, посажен на впускной распредвал. Также есть случаи износа косых шлицов, а также бывают случаи поломки возвратной пружины. Кроме того, фазовращатель может неправильно работать из-за скопившихся в нем масляных отложений. При неисправном фазовращателе он тарактит при работающем двигателе. Также двигатель может работать с детонацией и проблемы могут возникнуть с золотником. Он может залипнуть из-за масляных отложений. Отдельно отметим, что из-за износа уплотнений фазовращателя сильно падает давление смазки в ГБЦ. И из-за этого изнашиваются кулачки распредвалов. Бывают такие случаи, что из-за плохой смазки в ГБЦ кулачки стачиваются просто в ноль. По данным производителя ремень ГРМ надо менять каждые 115 тысяч километров либо 6 лет. Но предварительно рекомендуется просматривать этот ремень каждые 55 тысяч километров либо же 3 года. На практике же вот этот ремень надо менять каждые 60 тысяч километров. В ГРМ нет никаких меток. Для замены ремня ГРМ надо установить первый цилиндр в положение верхней мертвой точки. А для установки ремня надо зафиксировать оба распредвала фиксаторами, которые устанавливаются вместо третьих бугелей. По состоянию никаких повреждений в ГБЦ нет, все клапаны целые. Но по обильному масляному налету видно, что этот мотор подъедал масло. В моторах Twin Spark установлены две свечи. Одна на 14 миллиметров по середине и вторая на 10 миллиметров между впускным и выпускным клапаном. Для чего это сделано? Для того, чтобы топливно-воздушная смесь сгорала быстрее и для того, чтобы мотор работал на чуть более бедной смеси. Благодаря тому, что смесь сгорает быстрее, можно уменьшить угол опережения зажигания. И таким образом сделать мотор чуть более тяговитым и более экономичным. Наличие у мотора две свечи зажигания на цилиндр не делает его более капризным. Разве что надо покупать вдвое больше свечей при замене. Лучше всего покупать иридиевые свечи, которые реально проходят 100 тысяч километров. При пробеге в 200 тысяч может начаться стук гидрокомпенсаторов. Эту проблему нельзя игнорировать. Надо проверить фактическое давление масла, потому что гидрокомпенсаторы могли начать голодать из-за недостаточного давления масла. При больших пробегах двигатель 1.6 Twin Spark начинает расходовать масло через задубевшие маслосъемные колпачки. На это указывает уходящий уровень масла, а также синий дым из выхлопной трубы при утренних запусках. По состоянию цилиндров хона нет, задиров нет. Вот тот самый люфт коленвала, о котором мы рассказывали в самом начале. Любопытно, что мотор после разбора начал прокручиваться. Маслонасос установлен в передней части корпуса и приводится от хвостовика коленвала. Маслонасос очень чувствителен к качеству масла. То есть шестерни и внутренние части маслонасоса изнашиваются, и тогда давление смазки падает. Упасть может давление вплоть до одного бара. После этого могут начать стучать гидрокомпенсаторы. Поэтому при любых симптомах проверяйте давление масла. Также неприятности может преподнести заклинивший редукционный клапан. Если он заклинит в положении максимального сброса, то в парах трениях будет масляное голодание. И тогда появляются задиры на коленвале, на шейках коленвала, на шейках распредвала. При больших пробегах двигатель 1.6 Twin Spark может расходовать масло через поршневые кольца. Но если с геометрией цилиндров все хорошо, то вот эти кольца можно просто заменить и избавиться от масложора. Также стоит отметить, что на двигателях с фазовращателем и без поршней разный. С фазовращателем поршни с выемками, без фазовращателей поршни без выемок. По состоянию графитовое напыление потерто, износ шатунных вкладышей, компрессионные кольца подвижны, маслосъемное кольцо подвижно, но закоксовано. Сняли опоры коленвала и видим, что полукольца на месте. Но коленвал продолжает люфтить, значит полукольца изношены. Вообще есть такая проблема в данном моторе. И по рекомендации, когда меняете ГРМ, надо оценивать люфт коленвала, иначе полукольца выпадут и просто упадут в поддон. Несмотря на страшное масло, несмотря на люфт коленвала, вкладыши коренные в хорошем состоянии. Коленвал, кстати, визуально тоже в хорошем состоянии, но если что, его можно шлифануть. Существует два ремонтных размера. Кстати, в блоке есть маслофорсунки. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали вот такой горяченький итальянский мотор. Недостатков у него немало. Но заметьте, если в него лить нормальное масло и менять вовремя, с этими недостатками можно очень даже хорошо побороться. Если вы хотите знать о моторах, коробках и ВУ запчастях, то обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, обязательно нажмите на колокольчик, напишите комментарий. Мы читаем каждый. Заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». До с Sachа-АвтоСтронг-М».